всем привет кто зашел на мой канал вы на канале готовим вкусно с валентиной сегодня мы с вами готовим тыкву квашеную оказывается тыкву тоже можно заквасить для этого я взяла килограмм тыквы здесь у меня два яблока мед у меня есть немного квашеной капусты где-то пол столовой ложки нужно это у меня на литровую банку будет соль а еще хочу добавить сюда сельдерей ну вот у меня сельдерей 50 грамм еще натру на крупной терке черного перца в горостках штук 5 положу это на литровую банку и можно немного пол чайной ложки горчицы в горостках начнем с того что я возьму и эту тыкву терки очищу от кожуры натру на крупной терке заготавливают и могут слайсами можно можно кусочками как угодно но я вот возьму на крупной терке я буду так так же как и капусту квасить вы знаете насколько тыква полезна и поэтому мы стараемся из тыквы сделать как можно больше всевозможных блюд чтобы было в нашем рационе а вы знаете что квашение это вообще очень полезно они даже более полезные чем свежие овощи тыкву заквасить не так просто она не содержит в себе тех веществ которые могут кваситься поэтому мы обязательно добавляем в нее заквасанную капусту и рассол из капусты закваска в данном случае на литр в литровую банку я положу где-то пол столовой ложки капусты много не кладите потому что закваска пойдет очень сильно быстро и будет кисловата но вот так я натерла тыкву натерла на крупной терке сельдерей нарезала такими ломтиками яблоко где-то толщиной 4 миллиметра 5 а сельдерей я пересмешаю с тыквой сейчас тыкву посолю добавлю туда 5 горошин черного перца где-то горошин 10-15 горчицы горошках столовую ложку не полную без верха меда и пол столовой ложки квасаной капусты все перемешаю и сложу в банку слоями квасаную капусту сюда же добавляю мед столовая ложка не полная без горки добавила перца 6 горошин и горчицы в горошках пол чайной ложки все перемешиваю сейчас складываем слоями тыква яблоки тыква яблоки вот так вот так я складываю слоями и делаю так чтобы было были видны яблоки вот так я сложила укрыла крышкой и оставляю при комнатной температуре дня на три затем в холод тыква получается очень вкусная рекомендую готовьте хочу сказать вам что у меня еще и второй канал где изготавливаю такие вот рукодельные изделия вот эта курочка ряба она как корзинка она может быть украшением вас на кухне сюда можно положить яйца можно положить яблочки орехи ну что угодно что придумаете и будет очень красиво делается она вы знаете могу сказать вам не сложно зато будет очень красиво в вашей кухне и оригинально как-то веселее оставлю ссылку в комментарии возвращаемся к нашей текле комендую обязательно приготовьте спасибо что были со мной за лайки подписку спасибо всем доброго до новых встреч до новых рецептов